Новым председателем законодательного собрания Иркутской области избран Сергей Брилко. За его кандидатуру, предложенную партией Единой России, проголосовали сегодня 33 депутата из 42. Остальные 9 отдали голоса Ольге Носенко, члену фракции КПРФ. Напомним, место спикера стало вакантным после того, как пост председателя областного парламента покинула Людмила Берлина. В Ангарске на пешеходном переходе сбили двух женщин и пятилетнего ребенка. Авария произошла на Ангарском проспекте. На кадрах видно, как два первых ряда автомобилей останавливаются перед пешеходным переходом, в то время как Тойота Корса продолжает движение. Как результат столкновения и трое пострадавших. Все они находятся в больнице с переломами. У ребенка медики диагностировали сотрясение головного мозга. К настоящему времени известно, что за рулем Тойота находилась женщина с водительским стажем 7 месяцев. Братский педофил отправится в тюрьму. Следствием и судом установлено, что в марте 2012 года 34-летний житель города посадил в автомобиль девочку, которая гуляла на улице, вывез в безлюдное место и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. На месте происшествия он не оставил никаких следов. Преступление удалось раскрыть лишь в феврале этого года. Путем частичного сложения приговоров обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет и трех месяцев лишения свободы. Ранее этот человек уже был судим за аналогичное преступление. Информаторов, сообщающих о фактах коррупции, предлагают премировать за счет взяточников. Сейчас этот вопрос обсуждается в Государственной Думе. Осведомителю может быть назначена премия в размере от 5 до 15% от суммы предотвращенного ущерба, но не более 3 миллионов рублей. При этом закон, заявляет автор, не должен стать средством для заработка для тех, кто любит досадить ближнему. Цельного введения сделает сотрудничество с государством, ставящее целью противостоять коррупции делом уважаемым и выгодным. На Байкале появился уникальный экспериментальный комплекс глубоководный нейтринный телескоп Дубна. Об этом сообщает Институт ядерных исследований. Телескоп предназначен для исследования природного потока нейтрино высоких энергий. Пластир Дубна состоит из 192 оптических модулей, погруженных на глубину до 1300 метров. Это один из трех самых крупных детекторов нейтрино в мире. Свистать всех наверх, драять палубу. Иркутян приглашает на весеннюю уборку ледокола ангара. Она намечена на 22 мая и начнется в 10 утра. Всем добровольцам будут выданы одноразовые перчатки и пакеты для мусора. В акции также примут участие сотрудники МЧС, аварийно-спасательные службы, музеи в городе, а также студенты. Будет задействована пожарная техника. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на электронную почту. И адрес вы видите сейчас на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28. Увидимся с вами в 13 часов. Продолжение следует...